Здравствуйте! Вы смотрите Медиа-Инфорум в студии Натальи Хохлова-Покровская. Будем говорить о театре, о предстоящей премьере. А у меня в гостях тот человек, которого я давно жду в этой студии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 34 года служения театру русскому драматическому нашему. 34 года. И вот так быстро мы пролистали, да, вот это вот, здесь все-все-все, и фильмы, и постановки, и Геннадий Скорга-актер, и Геннадий Скорга-режиссер, и встречи с неимоверными людьми, да, аккомпаниатор вспомнился. Очень много. Всего в полторы минуты уложили. Но! С чего я хочу начать? Дядя Ваня. Качкарев «Женитьбе Гоголя». Потом начались режиссерские работы. «Ночной переполох», «Убийство», «Дело семейное». Это одно и то же. Да, да, да. Но я имею в виду, что название пьесы называлось «Ночной переполох», а спектакль назывался «Убийство, дело семейное». «Следствие на стороне дуры», «Деревья умирают стоя», «Любовник», «Аккомпаниатор». Потом начались работы с Кариной, «Стоен за услугу», «Крутые виражи», «Монолог для тихого голоса». Дальше телеведущий, который говорит, что любит телевидение. Съемки в киноке с «Воробьянинов». Потом у Киры Муратовой вы снимали, сэр. И вот у меня сразу возникает вопрос. Вот если бы вы себя представляли, вот коротко, телеграфным шрифтом, Геннадий Скорга – актер или Геннадий Скорга – режиссер или, может быть, что-то третье? Кто Геннадий Скорга? Совокупность? Ну, обычно музыканты всегда мечтают встать на роль дирижера. Обратной истории обычно не бывает. Актеры очень часто, в общем-то, эта сублимация происходит. В какой момент у вас произошел вот этот переход из актеров в режиссер? Чем оно было продиктовано? Наталья, моя режиссура началась исключительно… Мотивация была амбициозная. Просто амбиции мне вообще… Мне больше нравится играть, чем ставить. Так, все-таки, да, первым актер все-таки. Дело в том, что позиция актера – это позиция женская, существо актера. Потому что все это находится в предложении, желание понравиться, возьмите меня, дайте мне, дайте мне роль, пригласите меня в кино, дайте мне что. Позиция режиссера – это мужская позиция, мужское начало. В отношениях режиссер-актер – режиссер мужское начало, актер женское. В отношениях актер-публика – актер мужское начало, публика женское. И когда я хотел играть, а мне этого не давали, я начал ставить спектакли для того, чтобы в них играть. И в большей части поставленных моих спектаклей главную роль я играл ваш покорный слуга. В театре даже шутили. Наконец работаешь любимым режиссером, наконец ставишь на любимого актера. А когда я начал ставить для того, чтобы удовлетворить свои актерские амбиции, я втянулся. И потом же я стал ставить без себя. А это сложнее? Я не знаю. Какой вариант сложнее? Потому что Тарантино тоже снимал себя и ставил. В общем, это феномен, когда ты существуешь как режиссер и существуешь как актер. Лично для меня сложнее ставить и не играть, потому что когда работают актеры, а не ты, хочется выскочить и сыграть вместо них. Ну, все знают, а мне посчастливилось лично знать, из какой вы семьи. Борис Ильич Зайденберг и Альбина Скорга. Блистательная пара, два великих актера. Вы когда-то в одном интервью сказали, что именно их, ну, наверное, даже не образ жизни, а то, как они существовали в этом мире. И в съемки, в спектакли, какая-то бесконечная работа мыслей, образов, чувств и так далее, вам понравилось. Вы захотели тоже этой же жизни. Но наверняка был какой-то триггер. Наверняка было что-то, какой-то фильм, какой-то спектакль, что-то еще, которое вот явилось вот этим вот спусковым. Одно дело, ну вот мне нравится, нравится, да. Наталья, я скажу. Дело в том, что моему отцу не надо было заморачиваться воспитанием меня. Он очень вкусно и красиво жил. Просто он так жил, что, глядя на него, просто хотелось жить так же. Это, естественно, было мотивацией. Но решающим фактором для меня, решающим, у меня есть друг, мой самый лучший друг. Это заслуженный артист России Андрей Евгеньевич Ташкулов. Мы с ним познакомились, когда, по-моему, ему было 6 лет, а мне 5, или мне 6, а ему 7. Он москвич, но он каждое лето на каникулы приезжал в Одессу к бабушке, а бабушка жила у нас во дворе. Мы с ним подружились. И до сих пор у меня нет друга ближе, чем он. Когда мы были маленькие, было масса вариантов профессии. Сначала мы хотели стать военными летчиками, потом выяснилось, что у нас у обоих плохое зрение. Ладно, летчиками не получится, но моряками, но моряком погибать труднее. Просто разбиться – это брыка, тонуть оно невкусно. Потом, по мере взросления, журналист, писатель, что-то в этом направлении. Андрей, она старше меня. Угу. И вдруг, ну, естественно… Все понятно. И вдруг я узнаю, что Андрей поступает в школу-студию МХАТ. И я для себя четко решил… А мы высказывались до того, что хорошо быть актером. Я говорил, и он. Он поступил, и я говорю, ну, раз Андрей поступил, значит, это хорошо, и я пошел. Причем я пошел направленно в школу-студию МХАТ, когда поступал, я поступал вовсе, естественно. И везде поступили, кстати. Я везде поступил, но выбрал… А почему, кстати, МХАТ выбрали? Потому что туда поступил Тарков. Да, какая прелесть. И по иронии судьбы, я поступаю в школу-студию МХАТ, а он переводится в Щукинское училище. Что-то у него там в МХАТе не срослось. Но потом, когда я разговаривался с Андреем, я говорю, ну, я понятно, почему. Я говорю, а ты что поперся в актеры? На что он сказал, ну, просто ты говорил, что собираешься в актера. Я решил, что, ну, раз Гена собираешься в актера, значит, это хорошо. Таким образом, мы, не сговариваясь, друг друга приговорили к этой кошмарной жизни. К этой кошмарной жизни. Режиссер театра, режиссер в театре во время спектакля, он кто? Он, вернее, кто главный во время спектакля? Вот автор, режиссер или актер? Потому что режиссеры все по-разному отвечают. Кто-то говорит там, что я люблю актеров, и для меня актер, вот он главный. Кто-то говорит, нет, автор главный. Кто-то говорит, нет, я главный как режиссер, потому что я проводник, я беседую с автором, я знаю как. Геннадий Скорга Кто для вас главный во время спектра? В театре главный актер В кино режиссер Ну когда ты был, сейчас главный продюсер Но мы не будем сейчас за таки социальные аспекты Кино это режиссерское искусство Это однозначное режиссерское искусство Как смонтирую так, да, ты играешь, а я смонтирую Ну когда-то Владимир Басов сказал Олегу Янковскому, тогда молодому артисту Когда Олег Янковский, а как мне здесь Скверзадачу И сквозное действие реализовать Он говорит, ты мне кусочек сыграй, сквозное действие Я тебе склею Такая же история была и у Иннокентина Смоктуновского Театр это актерское искусство Именно поэтому Если говорить о вашем покорном струге Именно как режиссере Как режиссер, я актерский режиссер Для меня не столь важен Сам прием Количество приемов, используемых режиссерами Используемых режиссерами Конечных, можно посчитать Бесконечность они обретают именно в индивидуальности актера Который неповторим Не хочу быть банальным, но как в капле воды И отражается весь земной шар Так, вот эта библиотека памяти Узор генов, это неповторимое Когда выходит актер Со своим Вот это неповторимое Это как отпечаток пальца Что сегодня театр Тоже в одном из интервью Вы сказали Сегодня у зрителя клиповое мышление А мы вспоминаем слова Гоголя Да, театр это кафедра Как с этой кафедры Вот зрителю, у которого клип Как его, чем его можно завлечь сегодня? Сегодня, как и всегда Ничего не изменилось Отличаются только формулировки Дело в том, что не я придумал, что искусство – это живой энергоинформационный обмен Под эту формулировку подпадает любовь Энергоинформационный обмен Ну, о любви так Математически говорить это пошло, наверное Но поэтому я не буду о любви так говорить Дружба, живой энергоинформационный обмен И чувства, все чувства Театр – это моя позиция Это не кафедра Это театр – светское искусство Это не храм, это не религия Там играют Приходят зрители Пьеса, режиссура, исполнение актеров Это повод для вот этого живого энергоинформационного обмена А на каком уровне это происходит Это уже зависит от Ну, просто когда сегодня есть возможность смотреть дома, не выходя из квартиры Лучшие спектакли современности и даже прошлого века Потому что то, что записывалось То поход в театр сегодня Вот что мы предлагаем зрителю На полтора-два часа выйти из той зоны комфорта Когда ты в тапочках с чашкой чая С айпадом, да Прийти в театр Мы должны ему что-то предложить Для чего он должен подняться, одеться и прийти в театр Именно вот этот обмен И сиюминутность может быть Не может быть, а именно сиюминутность существования Театр – это сиюминутное творчество Этим он отличается от кино Этим он привлекательней для меня, во всяком случае, чем кино Чем консервы отличаются от живого продукта Даже записанные спектакли – это консервы То, что происходит здесь, сейчас И ты, более того Это не я придумал, я только транслирую мысль На спектакле Зритель является участником творческого процесса Потому что я сама укрупняю для себя Куда я смотрю, даже в этом плане Тут мне предлагают и навязывают сразу трактовку Доминируют А здесь я сама Нет одинаковых спектаклей Сегодня полнолуние, завтра новолуние Послезавтра затмение – такой тонус У актера что-то произошло в личной жизни Он все равно играет спектакль Может, иногда даже какие-то жизни, житейские катаклизмы Способствуют, наоборот, более мощному прорыву Это непредсказуемо То есть не меняется структура спектакля Но наполнение каждый раз разное Поэтому настоящие театралы Но у нас, слава богу, есть люди, которые по несколько раз смотрят спектакли Они об этом могут поговорить Есть большой опыт в кино Почему все актеры всегда практически Сколько я не видела бы интервью Если они играют в театре и в кино Всегда говорят, что я люблю больше театр Вот именно поэтому? Потому что именно в театре проживается каждый раз жизнь Я не знаю, как остальные актеры, которые работают в кино Конечно, театр Театр Хотя, казалось бы, кино дает популярность Такую, которую иногда театр не дает Да Популярность и оплачивается это гораздо серьезнее, чем театральная зарплата Но реализация смысла Ну, извините за громкие слова Смысла жизни на профессиональном уровне Происходит не в кино, а в театре Кино в большей степени производство Это творчество Это искусство Но в большей степени это все-таки производство Театр Но тут с оговоркой Хороший театр Это в большей степени искусство Чем зарабатывание денег, чем производство Ну, а в нашей стране это не зарабатывание денег Более того Для того, чтобы нормально Я уже не говорю хорошо работать в кино Нужно очень хорошо поработать в театре Просто прийти и работать в кино, не имея базовой театральной подготовки, ты приходишь не работать, ты приходишь фотографироваться. Хорошая фраза, беру себе на вооружение. Это хорошая фраза, буду цитировать. Брандо когда-то сказал, что каждый артист – человек, который сидит на сахарном троне во время проливного дождя. Кучеряво сказано. Кучеряво? Кучеряво. Кучеряво сказано. Это вот то, что переживает, наверное, перед каждым спектаклем. Я уже не говорю, режиссер, понятно, он по поводу всех, так сказать, переживает, по поводу всего. А вот то, что переживает, наверное, каждый хороший актер перед каждым спектаклем. Вот этот вот сахарный трон. У вас были какие-то ситуации, когда вы на поклон, а зритель не очень доволен? Когда вот этот сахарный трон таял? Наталья. Я не знаю ни одного артиста, который изначально хотел бы сыграть плохо. Я не знаю ни одного режиссера, который хотел бы поставить плохо и загадить спектакль. И тем не менее, есть спектакли разного уровня, и исполнение тоже разного уровня. Я не настолько самовлюбленный и самонадеянный артист. Какая-то самооценка у меня есть, заниженная, завышенная, я даже сам не могу сказать. Качает. Иногда бывает, когда «ой, я так говорю», иногда «ммм, а ничего». Такого, чтобы зритель совсем уж, зажмурив, закрыл в нос и уходил по... А как вы относитесь к отрицательным рецензиям? Вы их читаете? Читаю, конечно. Читаете, да? Потому что когда-то Кончаловский написал, что вообще все театральные критики – это сапожники без сапог. Это те, которые никогда ничего ни разу не сыграли, ничего ни разу не поставили. И поэтому, так сказать, он скептично к ним относится. Я стараюсь воспринимать критику, делать для себя выводы. Но что касается именно театральной журналистики, я уважительно отношусь к их труду. Но что выгодно отличает актеров и режиссеров, отличая от них, они хоть что-то делают. Или хотя бы пытаются сделать. Насколько получается или не получается это судить зрителям. А если ты выбрал для себя профессию судить, то нарушается «не судей, не судим будешь». Где интереснее работать? То есть театр – это дом по-прежнему. Вот русский театр для вас – это дом по-прежнему. То есть я имею в виду, что раньше всегда каждый театр, имея главного режиссера, мы говорили, да, там театр любимого, театр Эфроса – это некий дом. Театр Табакова, да, это некий дом. Хат – это некий дом. Сегодня, когда время, энтреприз, время, когда быстренько собрались, такая-то сумма денег, быстренько отыграли и разбежались, не разрушается ли понятие «театр – дом»? Так. Разрушается. Для меня это особенно болезненно, потому что я вырос именно в русском театре. Я с детства мальчиком бегал за кулисами этого театра, я в нем вырос. Вернулся я сюда не сразу по окончании института. Я 8 лет проработал в городе Владимире. Я не хотел возвращаться в Одессу совсем ничего не умеющим. Потом здесь были мои родители, я не хотел возвращаться под крыло к папе. И вот когда я уже нескромно решил, у меня было 29 лет, в 87-м году, когда я нескромно решил, что я уже чего-то могу, это я потом понял, как я ошибался. Я вернулся в Одессу. Но сейчас Одесский русский театр по-прежнему остается моим домом. Просто качество дома несколько изменилось. И разные поколения актеров сейчас по-разному это воспринимают. Раньше, еще, ну скажем, каких-то лет 30 назад, еще были какие-то доголоски от того, что ты назвал именно это театр. Потом это начало видоизменяться. Процессы, которые происходят в обществе, так или иначе отражаются и на театре. Театр – это модель общества. Кстати, МХАТ раскололся как раз за год до распада Советского Союза. Он как смоделировал флагманский театр страны. Театр – это как маленькая модель государства, в котором он находится. И все, что происходит в стране, не только у нас, на всем постсоветском пространстве, не знаю, как в мире, все это отражается. Сейчас дом немножко другой. Для молодого поколения артистов, наверное, это вообще не дом. Люди моего поколения все-таки воспринимают это и не принимают эти новые условия игры. То есть театр по-прежнему остается местом служения. Да, хорошее слово? Служение. Для меня, да. Служение. А для многих уже нет, уже совершенно другое время. Но теперь переходим к тому, что нас ожидает. Нас ожидает премьера. И мои коллеги побывали вчера в театре на прогоне. И вот мы сейчас посмотрим небольшой сюжет. Поставь в их комнату цветы! Финальный прогон выставы на сцене и актори Одесского Російського театру до зустрічі зі своими глядачами готові. Півроку вони працювали над пьесою Аллехандра Касона «Дерева помирают стоячи». Одного з найбільш резонансних, захоплюючих і зворушливих творів іспанської драматургії 20-го століття. Режисер вистави розповідає, у час карантину і пандемії коронавірусу свідомо обрав п'єсу про любов. Называется п'еса «Деревья умирают стоя», но несмотря на драматическое название по жанру это комедия. Романтическая комедия. Но когда мы с актерами стали делать это, мы все-таки определили жанр не совсем как комедия, а как романтическая мистификация. Развиваю эту тему, можно добавить, с легким флером детектива. Втім, вистава доволі відрізняється від оригіналу. Замість 13 героїв на сцені гратимуть шестеро. Це зробили для того, щоб осучаснити п'єсу і наблизити її до глядача. У виставі задіяно три покоління акторів – старшого, середнього та молодшого віку. Завлітка театру Олена Шеврук була присутня і на репетиціях, і на генеральному прогоні. Каже, молоді актери приємно дивують своєю майстерною грою на сцені. Я бачила несомнений рост молодих актерів, які недавно прийшли в наш театр. Я бачила великолепні актерські удачі Сергія Юркова і Ірини Надєждіной. Була знайдена Іриной ось ця грань, де сила зберігається з внутрішньою хрупкостю, любов'ю, нежністю. Вистава «Дерева помирають стоячи» пронизана режисерською та акторською фантазією, яка захоплює у свій світ пристрасті, любови, хвилювань та сподівань. Актори театру свідомо обрали саме цю виставу для першої зустрічі із глядачами після тривалої перерви через карантин. Прем'єра спектакля 4 декабря в субботу в 19.00 в нашем театре. Приглашаємо всіх. Ну вот, все уже услышали, що 4-го числа прем'єра, а потім следіть за рекламою, і буде 2-й показ, 3-й показ, 4-й показ, 8-й, 10-й. І я надеюсь, що це буде довго жити на сцені Русського театра. Але у мене вопрос следующий. С 50-го года к этой пісі бесконечно возвращаются, она як магніт притягивает. Мало того, главну роль играли Пелецкая, Раневская, Сазонова, Заклунная, то есть... Юнгер, можна. Да. А в вашем варианте, это, по-моему, второй раз вы обращаетесь к этой пісі? Да, я второй раз возвращаюсь к этой пісі, тут ще надо... А что в ней такое, что сегодня есть через эту пісу сказать людям? Ну, сначала я хочу ввести некую коррективу, информацию, которую дали твоі журналисты. Мы календарно... Пьеса была в работе, но у нас были два больших перерыва. Два месяца, потом еще месяцей, 10 дней. И по количеству репетиционных точек мы работали меньше, чем два с половиной месяца. Даже так. А если потому, что услышишь, то... Что, Скорга, полгода... Ну, да, да, да. Возится со спектаклем. Просто полгода мы ждем этот спектакль, называется. Скорее правильно сказать, полгода... Локдауна. Тут актеры болели, ваш покорный слуга болел этой модной болезнью, которая тоже вынула меня на месяцы жизни. Но, в конце концов, бог даст, четвертого, то есть уже послезавтра спектакль. Что касается, почему я возвращаюсь. Во-первых, эта пьеса осталась для меня недореализованной. 25 лет назад я, ваш покорный слуга, поставил спектакль по этой пьесе. Играла Лидия Филипповна Полякова «Светлая память». Замечательная актриса, тогда ей было 75 лет. Это была последняя роль в его жизни. Замечательно, что самую... С моей точки зрения, она сыграла массу замечательных ролей, но самую звонкую ноту в своей жизни и актерской биографии она взяла именно под финал. Но спектакль прошел всего 7 раз. И они уехали. И Лидия Филипповна со своим супругом, в светлой памяти заслуженный артист Евгений Александрович Котов, замечательные актеры, сменили место жительства. Они уехали в Питер, к детям. И напоследок, я брала у них интервью, перед отъездом был последний закат. И она мне сказала гениальную фразу. Она сказала, я очень благодарна этому городу, у меня с ним состоялся такой роман. Тут она не покрывела душой, потому что у них счастливо... Складывалось, да. Актерское, человеческое. И спектакль прошел всего 7 раз. Сейчас я спектакль не повторяю. Это другое. Во-первых, я тот спектакль не помню. Оформление было другое. Потом в том спектакле молодых героев играл я с моей тогдашней супругой, которая в этом спектакле играет роль бабушки. Сейчас уже бабушки. Это коллизия актерских судеб. Это другой спектакль. Сам Кассоне свою сверхзадачу определил, как сеять иллюзию. Вот он сказал, что вот эта пьеса, это сеять иллюзию. Ну, иллюзии-то, в общем-то, может быть добрые, хорошие, которые помогают и выжить в этой ситуации сегодня, нет? Ну, наверное, это тоже... У меня просто в моей системе ценностей не хочется говорить о социальных коллизиях, перипетиях и все, но в наше непростое время, когда насаждается негатив, ненависть, отрицательные вибрации. И все это, более того, нас в это втягивают, толкают. Все это очень разрушительно действует. Не то, что на психику, на жизнь в буквальном смысле, в физиологическом смысле. Это убивает у вашего покорного слуги просто на уровне рефлекса самосохранения, инстинкта. Я, наверное, даже несознательно на каком-то уровне подсознания выбираю для постановки пьесы, которые излучают любовь. В данной ситуации, я в некоторых из своих интервью говорил, у меня две мотивации. Все, что я не делаю в жизни, все. Играю я роли, ставлю спектакли, преподаю, снимаю телепрограммы, проекты. Я это все делаю для женщин. Ага. Для женщин, ради женщин, во имя женщин, посвящаю женщинам. Каждый мой спектакль, любой, это виртуальный букет цветов к ногам всех женщин. Ну, я так. Ну, я так думаю, что сейчас, услышав эти слова, одесситки, которые, в общем-то, обычно, чаще всего зрители-то это женщины, это они мужчин приводят. Более того. Уже готовы идти. К твоему первому вопросу мотивации занятия режиссурой, мой первый спектакль, ну, как и в последующем, помимо того, что я реализовывал свои творческие и актерские амбиции, дескать, а я хочу это играть, я буду это ставить. Вы мне не даете, я сам возьму. Права не дают, их берут. И первый спектакль я поставил в основном для того, чтобы нравиться своей жене. И впоследствии все мои спектакли, шло время, менялись жены, но мотивация... Но женщине, все виртуальный букет по ногам женщины, это замечательно. По излучению все свое, я не хочу говорить какие-то крупные, какие-то, может быть, творчества, я люблю слово работу. Это, что касается именно моих индивидуальных особенностей, мне не нравится определение талантливой, мне нравится больше по душе определение профессиональной. Профессиональной. Иногда говорят, мне здорово повезло, что мне иногда говорят, ты счастливчик. Я говорю, я не счастливчик, я профессионал. Ну, это я так нескромно, почти похвачиваю. Я понимаю, о чем речь, да. Я понимаю. Еще по излучению для меня базовым при подходе роль ли это, спектакль ли это, телевизионный проект ли это, это сосуд, который надо наполнить любовью. Только любовью и ничем больше. Насколько у меня это получается или не получается следить, это судить зрителям. Эту пьесу, я вернулся к ней и выбрал ее сейчас. Говорят, нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Я не вхожу в одну и ту же реку. Это новая река. Это совершенно другая река. Это совсем другая. Прошло 25 лет. Я в другом качестве. И здесь, во-первых, сама пьеса излучает любовь. И мы с артистами постарались. Я попытался, нет, не пытался, я очень назойливо старался сделать так, чтобы этот спектакль просто звенел любую. Опять же, повторяюсь, насколько получилось или не получилось. Вот ты придешь ко мне на спектакль и будешь судить, звенит он или не звенит. Скажут, звенит у тебя скорга, ты... Все в порядке, да? Все в порядке. Звенит профессионал. Во всяком случае, говорится, жизнь не удалась, но попытку засчитали. Мы попытались, я не говорю, что получилось. Мы попытались сделать именно это. А дальше 4-го числа. Четвертое число. Я думаю, что вот этот финальный монолог Геннадия, мне даже не хочется ничего добавлять, кроме одного. Четвертое число. Идите, пожалуйста, в театр, а потом следите за афишей и посмотрите, если не удастся 4-го числа в какой-то другой день, потому что Геннадий Скорга, с виртуальным букетом для женщин будет говорить с Одессой о любви. Приходите в Русский театр. Спасибо, Геннадийск. Спасибо огромное. Тебе спасибо за приглашение. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова